Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. В этот раз мы отправились в Фикс Прайс в поиске товаров, которые могут пригодиться для маникюра. Ну что ж, мы в Фикс Прайс и самое время отправиться за покупками и сначала мы пойдем в бьюти-отдел. Меня сейчас интересует именно маникюрный товар. Вижу декор для дизайна ногтей, будем с вами брать. Кстати, смотрите, какие прикольные декорации, я думаю, что их можно применять в верхних формах. Тут у нас какие-то камефобики, стразы. Прям вот эти и возьмем. Дальше у нас, вижу, маникюрные ножницы, кусачки для кутикулы. Конечно, как же мы без кусачек, чем же мы будем выполнять маникюр? Возьмем, протестируем. Декор для дизайна ногтей. Тут у нас какие-то стразики, но видно, что они не совсем хорошего качества, поэтому брать их не будем. Кусачки для ногтей тоже возьмем, убирать наращенные ногти, ими очень быстро и удобно. Так, так, так. Кисти. Кисти для макияжа, кстати, можно использовать как кисточки для смахивания пыли. Не, мы брать не будем. У меня, кстати, есть контейнеры, которые я использую из FixPrice. Вот, например, такой. Он с ручкой. И здесь у меня помещаются базовые покрытия, топовые покрытия. Очень классный, удобный. 250 рублей. Ну, поскольку у меня есть такой, я думаю, что мы не будем брать, дополнить. Хотя пусть будет. Пусть будет. Органайзер для косметики. Наверное, для кисточек, но не рекомендую хранить кисти в таком состоянии, потому что ворс со временем будет портиться. Вот здесь, кстати, очень классная полка с новогодним оформлением. Я думаю, что-то присмотреть для фото ногтей. Вот тут я приметила набор апельсиновых палочек. Конечно же, они нам тоже понадобятся. Набор наклеек для ногтей. Совсем какие-то простые наклеечки. Сейчас такие не очень актуальные. Все-таки какие-то дизайны не совсем модные оставим, не будем брать. Посмотрим, что же есть еще. Тут у нас уходовые средства. Что нам может понадобиться? Например, мицеллярная вода для увлажнения кожи рук перед фотографией. Или, например, для шлифовки кожи. Также здесь есть средства для удаления лака, для снятия. Возьму. Удобно, что в помпе. Пригодится для очищения пластин для стемпинга. Итак, строительный отдел. И тут я вижу набор двусторонних скотчей. Тут такие квадратики. И мне сейчас пришла идея в голову, что если их применять для того, чтобы прикрепить типсы. Мне кажется, удобный вариант. Нужно протестировать. Отдел канцелярии. И тут вот есть такие контейнеры. Также в них можно хранить, например, там пилочки или кисточки, салфетки для обезжиривания. И вот такие маленькие, как мусорки, можно поставить себе на стол. Я уже не раз говорила, что я человек-коробочка. Обожаю всякие контейнеры для того, чтобы все структурированно хранить. Давайте посмотрим, что есть, что можно взять. Этот красивый цвет мне нравится. И как раз-таки удобный формат для хранения гелей. Возьмем. Стоимость совсем небольшая. Если что-то хочется хранить в закрытом состоянии, то вот эти боксы очень классные. Потому что у них есть такие боковые ушки, которые держат крышку. Кстати, совсем недавно увидела вот такие элементы для декора дома. Мне кажется, их можно использовать для красивого фото ногтей. На самом деле в фикс-прайс всегда много всяких штучек, которые можно использовать для фото. Давайте поищем такие. Тут очень классные композиции осенние. Думаю, они красиво бы выглядели на фотографиях. Вот такие минималистичные рамки металлические тоже для фотографий. Посмотрите на вот эту вазу. Думаю, она будет просто очень фотогенично смотреться. А еще мне очень нравится вот эта коробочка. Она будет красиво выглядеть на предметных фото для вашего профиля. Я такую себе приобрела даже домой. Поставила сюда кораллы, ракушки с отпуска. Красивое дополнение к вашему интерьеру. Эти тоже коробочки очень стильные. Нашла полочку с обычными лаками для ногтей. Думаю, это актуально тем, кто покрывает. А я хочу протестировать эти лаки для стемпинга. Возьмем какие-нибудь плотные оттенки. Вот этот, по-моему, черный с эффектом геля написано. Возьмем его. И вот этот неоновый. У меня как раз такого нету цвета. И еще немаловажная покупка. Это дезинфицирующее средство хлоргексидин. Актуально, если случайно вдруг поранили клиента. От порезов никто не застрахован. И вот она полочка тоже с новогодними аксессуарами. Хочу что-нибудь приобрести для фотографий. Вот, кстати, очень крутые бантики. Смотрите, прям переливающиеся. Под новогодний дизайн. С гелем, фольгой. Думаю, будет классно. Новогодние украшения. Бусы, ну-ка. Наверное, слишком праздничное оставим. Ой, какие классные. Гирлянда новогодняя. Я себе домой купила такие звездочки. Но тут, смотрю, какие-то колокольчики. Будет красиво тоже выглядеть на фотографиях. Вот, смотрите, какая красивая веточка. Ну, конечно, это новогоднее настроение. Берем. А вот эти уже большие. С шишечками. Но это, конечно, очень объемный декор для фотографий. Поэтому не будем брать. Ой, какой красивый. Но нет. А, вот они, звездочки. То, что я как раз-таки хотела. Они вообще супер. Эти возьмем, а вот эти оставим. Ай, вот такие я хотела. Короче, Марину сюда пускать нельзя. Насколько-то вам все вот это ненужное. Вот эти с голубым возьмем. Смотрите, она такая маленькая. Здорово. Тоже берем. У нас получилась целая корзинка. Пойдемте оплачивать. Спасибо. Ну что ж, у нас получилось больше двух тысяч рублей. И мне уже не терпится все открыть и попробовать. Пошли. Пошли. Поехали. Такое классное ощущение. Вот всего много. Знаете, как в детстве нас спрашивали, что лучше получить. Один большой подарок или много маленьких. Я всегда отвечала. Много маленьких. В этот раз я себя чувствую точно так же. Мне уже прям не терпится все это открыть и посмотреть. Ну что ж, думаю, так лучше с включенными фонариками. Будет уютнее и приятнее смотреть обзор. Товары разделила на две группы. Те, которые понадобятся для выполнения маникюра, а также для фотографии ногтей и организации рабочего места. Начнем именно с маникюрных товаров. Первое, с чего мы начнем, это ножницы. Маникюрные. Открываем. Господи, мне не поранится вы. Ну, что я вам могу сказать. Кутикулу однозначно вы такими ножницами не срежете. Я думаю, дай бог бы они ногти отрезали. Это невозможно просто. Кстати, идея, может быть их можно заточить. Даже не знаю, насколько это будет актуальным. Или ими можно будет формы вырезать. Ну, или что-то отрезать. Но точно не для кутикулы. Максимум для ногтей. Следующий товар у нас кусачки для кутикулы. Из нержавеющей стали. А, вот для чего эти ножницы. Это когда у вас не получается что-то открыть. Вот можно их взять и надрезать. Сложная упаковка, как бы кончики лезвия не погнулись. Ну, тоже такие себе кусачки. Это, наверное, для того, чтобы отрезать какой-нибудь заусенчик. Я думаю, вряд ли получится. О, нет. Нет. Нет, кожа тянется. Только для отрезания какого-то заусенца. Не более того. Получается, основной наш режущий инструмент не подошел. Очень жалко. Мы возлагали на него надежды. Ну, ладно, хоть апельсиновые палочки, думаю, не подведут. За 30 штук мы отдали 55 рублей. Думаю, это не очень дешево. Можно приобрести большее количество палочек по выгодной цене. Но если вдруг вам срочно они понадобились, а купить их негде, то можно зайти в ближайший фикс прайс. Конечно же, я их оставлю и буду использовать. Длина у них большая. Следующая это пилка от компании Zinger. Тоже нужно отрезать. Нам понадобятся эти ножницы. Пилочка на вспененной основе 180 на 240 грит. Ну, нужно вообще попробовать, что-нибудь она там пилит или нет. Кстати, пилит хорошо. Точно, для домашнего использования она подойдет. Не знаю, насколько для профессионального, если, например, выполнять наращивание ногтей. Для подпиливания натуральных вполне себе. Отличная покупка. Кусачки для ногтей. В моих роликах вы могли увидеть такие маленькие. Не всегда они удобны. Я как раз хотела большие, чтобы за один раз отрезать свободный край. Попробуем на типсе. Ну да, вполне себе режут. Не тупые. Оставлю и буду использовать. Рассмотрим декор для дизайна ногтей. Вот такая маленькая палетка. Нужно очень аккуратно открыть, чтобы это все не перемешалось друг с другом. Как же это теперь закрывать? Какие-то пластиковые элементы. Вот эти ромбики были одно время очень популярны, объемны, красиво смотрятся, в том числе в аквадизайнах. Кстати, стразы не совсем плохого качества. Переливаются. Но большие и цвет на любителя или под какой-то определенный случай. Думаю, что воспользуюсь вот этими золотыми элементами. Хотя они не очень аккуратные по качеству. Может быть, вот этими. Ну, или комифубики можно использовать. Все, закрыть не могу. Теперь нужно все это убрать каким-то образом, чтобы коробочка закрылась. Такое хранение неудобно. Дальше я взяла даже две коробочки декора для дизайна ногтей. Это не блестки, не втирка, а объемные элементы. Я видела похожее на Алиэкспресс, но еще не успела заказать. Как хорошо, что есть фикс прайс в соседнем доме, куда можно сходить и это приобрести. Меня заинтересовал данный декор тем, что его можно закладывать в верхние формы при моделировании ногтей. И будет получаться аквариумный эффект. Посмотрим, насколько эти элементы мягкие и можно ли их прикрепить на поверхность. Они достаточно жесткие, но их можно немного изогнуть, чтобы они повторяли изгиб ногтя. Это получается такой, как слайдер-дизайн, только уже готовый, вырезанный, вам не нужно ничего размачивать. Бери и прикрепляю, например, на базу. Я взяла бантики, цветочки и вот такие зеленые листики. Здесь даже есть фламинго для летнего дизайна. Я бы сказала, очень любопытный декор. Если вдруг во время маникюра вы случайно совершили порез, то можно воспользоваться хлоргексидином. Нам он обошелся 18 рублей 30 копеек. Следующее, это сверхмягкая жидкость для снятия лака. Здорово, что жидкость в флаконе с помпой, запах достаточно резкий, но есть какая-то парфюмированная отдушка. Я попробую использовать это средство для очистки пластин для стемпинга. Три лака для ногтей из разной серии написано «джел формула». Меня именно это зацепило. Я думаю, что этот лак может быть плотным. Хотя нет, судя по его консистенции, он очень жидкий и даже не совсем плотный. Не могу сказать точно, подойдет он для стемпинга или нет. Стоит протестировать ярко-неоново-желтый. Этот лак тоже очень жидкий. Перламутровый из другой серии. Этот самый-самый жидкий из всех. Таким, я думаю, точно стемпинг не получится, но мы попробуем. Я приготовила типсы. Возьмем пластину, салфетку, скраппер и клейкую ленту для очистки. Кстати, некоторое время назад в фикс-прайсе я видела пластины для стемпинга маленькие, а также штампы. Даже приобретала себе такой. Он не универсальный, но рабочий. В этот раз таких продуктов в моем магазине не было. Ну, возможно, товар выведен из ассортимента, не знаю. Поэтому будем использовать другой. Начнем с черного. На него у меня большие надежды. Рисунок перевелся, но он просто полупрозрачный совсем. Вместо черного получился серый. Ну, если только мы хотим такой серый цвет. Попробуем с желтым. Желтый также отпечатался. И пробуем перевести. Слушайте, ну на самом деле неплохо. Вот это прикольное приобретение, я считаю. Этот лак стоил 55 рублей. Это намного выгоднее, чем покупать специальные лаки для стемпинга. И попробуем еще вот этот лак. Он, конечно, жидкий. Не знаю, что получится. Чтобы лак не был таким жидким, можно оставить его в открытом состоянии. Он немного загустеет. И тогда им будет комфортнее работать. Лак также перевелся. Но рисунок очень бледный. Возможно, его будет лучше видно на темном фоне. Ну, а так практически никакого эффекта. Ну что ж, я рада, что хотя бы один лак нам подошел. И мы купили их не зря. Следующая интересная находка. Это набор двусторонних скотчей. В рулоне и таких квадратиках. Мне сразу пришла в голову идея, что их можно использовать для крепления типс. Мы часто выполняем дизайны на небольших типсах. Их как-то нужно крепить к этим палочкам. Обычно я использую специальную клейкую жвачку, которая используется для крепления картин или бумаг. Можно заменить и на такие. Отрываем один элемент. Приклеиваем на палочку. Снимаем защитную подложку. И прикладываем типс. Кстати, очень хорошая липкость. Единственное, что ширина этой липкой ленты немного больше, чем сам типс. Либо мы можем прикрепить их на рамку и сделать фотографии для красивого портфолио. Что ж, очень неплохой вариант. Все выглядит красиво. А если нам требуется скотч меньшего размера, то мы можем его вырезать из вот этого рулона. Закончили с товарами для маникюра. И теперь посмотрим на товары для красивого портфолио. Первым делом я обратила внимание на такую селфи-лампу. У нее есть три режима, и мы можем ее надеть на телефон. Она понадобится не только для создания селфи, но и для красивых фото ногтей. Она немного их подсветит, и фотография будет лучше по качеству. Из световых элементов мы еще приобрели гирлянды. Одна красивая с звездочками, минималистично. Будет интересно выглядеть в кадре. А также вот такая тонкая, легкая подсветка. У меня много различных декораций для фотографий, но новогодних не было. Поэтому я кое-что приобрела. Например, вот такая декоративная коробочка с шишечкой и веточкой. Очень мило. Это новогодняя игрушка, но она будет красиво выглядеть на фотографии. Праздничные бантики можно достать. Один оставить для фотографии, а других повесить на свою новогоднюю елку. Красивая еловая веточка. Она добавит новогоднего настроения к вашим снимкам. И вот эта ваза, она очень клевая. Будет круто и стильно выглядеть в ленте вашего профиля. Для удобного хранения я приобрела корзиночку. Она подойдет как для гель-лаков, для геля, для расходных материалов. Местительная. А также вот такой красивый органайзер с несколькими делениями и ручкой. У меня уже есть один такой, и я приобрела второй. Сейчас вам покажу. Смотрите, я в нем храню базовые и топовые покрытия. Наборы фрез, запасные насадки, масла для кутикулы. С удобной ручкой можно переставлять или выбирать то, что вам нужно. Чек с покупками составил чуть больше 2000 рублей. Некоторые товары не пригодились, не подошли. Но я считаю, что мастер маникюра определенно есть, что посмотреть, что найти и приобрести фикс прайс. На моем канале есть и другие видео с обзорами. Например, с Алиэкспресс. Обязательно посмотрите это видео. Понравился обзор? Ставьте пальчик вверх. Всем хорошего новогоднего настроения. Успехов! Пока-пока!